Всем привет, ребята! С вами ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем и узнаем много интересных фактов о ежах. Ежи являются самыми древними млекопитающими. Эти животные из отряда насекомоядных вот уже около 15 миллионов лет населяют самые разные пространства почти всех климатических зон. Не живут они лишь в районах вечной мерзлоты и болотистой местности. В Древнем Риме ежовые шкурки использовались в качестве гребней для вычесывания овечьей шерсти. Интересно, что суды Древнего Рима были буквально завалены делами о подделке ежовых кож. Настолько ходовой это был товар. Ежики издают самые разнообразные звуки. Они фыркают, чихают, хрюкают, ворчат, храпят и клацают зубами. А зрение у ежей неважное, но обоняние и слух компенсируют этот недостаток. Ежи замечательно приручаются и неплохо лазят с другими домашними питомцами, собаками и кошками. Но мало кто может держать ежиков дома из-за их громкого топота по ночам. В мире насчитывается около 17 видов ежей. Самый широко распространенный, хорошо изученный и популярный – наш обыкновенный или европейский еж. Однако он также называется не точно, поскольку живет на широких просторах Евразии вплоть до Тихого океана. Общение этих животных происходит при помощи свиста. На загородных шоссе очень часто можно увидеть погибших под колесами ежей. Некоторые считают, что эти животные бросаются под колеса от жары. На самом деле ежи стремятся перейти автотрассы не просто так. Автодороги разделяют ареалы животных на фрагменты небольшой площади. Для спасения ежей экологи предлагают под автотрассами выкопать туннели. Обыкновенные, то есть европейские ежи, неплохо плавают. Но иногда они гибнут в воде из-за того, что не могут выбраться из водоема с крутыми берегами. Ну вот и все, ребята. Наш ежик почти готов. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы быть первым, кто узнает много интересных фактов о том, что я рисую. Спасибо вам за внимание, ребята. До новых встреч. С вами был ваш умный фломастер. Субтитры сделал DimaTorzok